Всем привет из Эверят Ну вот и год подходит к концу Необходимо подбить все свои дела незавершенные чтобы в следующем году с самого начала года дергаться не приходилось а спокойно и размеренно начать год А какие у нас дела? Ну как вы знаете у меня была есть одна свиноматка Лариса и мне предложили еще оставить вторую ее дочку Я сначала с этим вариантом согласился Думал почему бы нет Если та и та родить было бы неплохо Но есть определенные проблемы Ее психика не очень мне нравится И она себя так скажем дерзко ведет Если даже на первоначальной стадии мы так скажем не можем найти общий язык Зачем тогда оставлять такую свиноматку Как она справится со своим потомством Как она себя адекватно будет вести Ну возникают вот такие вопросы Поэтому я подумал и принял решение Несмотря на то что с Лариской получится непонятно убрать эту свинью Она у меня родилась в конце марта Вот сейчас у нас конец декабря Посчитайте сами сколько ей месяцев Вес ее получился Чистого мяса Ну то есть если четверти все сложить Без всяких там башки Подрохов там Жира и прочего Вес получился 140 килограмм Я считаю что результат Обалденный Меня этот результат вполне Устраивает Но Сейчас возник вопрос А чтобы клетки не пустовали Что делать Лариска если будет рожать Ну так ориентировочно Там через два с половиной Там месяца И только тогда мне понадобится Этот загон Освободить Козы Если будут рожать Они будут еще позже рожать Сейчас как бы Ну Только только мы их покрыли Так Сейчас сюда зайду Так Один момент Вот Вот он я Бычара Растет потихоньку Сейчас я кстати вам еще покажу Многие говорят Пишут Ослабь ему цепочку Она ему давит Вот смотрите Не бойся Не бойся Не бойся Куда ее еще ослаблять Вот куда Вам просто кажется Что она ему давит Ничего она ему не давит Все нормально Так Ну вот Вернемся к нашему вопросу А что делать А брать Брать еще поросят Сроки конечно у меня сжатые Очень Ограничены сроки На их Рост Ну уйди отсюда Ты что лезешь Не лезь Не тебя снимай Любительница Видеокамеры Значит Было принято решение Взять еще двух поросят Почему двух Потому что Двоем они будут веселее расти Аппетитней кушать Три Ну три наверное будет многовато Хотя Хотя Может быть и трех Может надо было бы взять Это ландрасики Ландрасики Им полтора месяца Они очень маленькие На мой взгляд Я считаю Что в таком возрасте Они должны быть крупнее Ну как говорится Что есть То есть Ценник на них Очень лояльный Был Три тысячи За поросенка Я считаю Что это Ну недорого Поэтому Как бы Как есть Так есть Вот я их сегодня Купил Заселил Повесил лампу Сено у них тут Лежит Кормить пока еще не кормил Сразу буду приучать На двухразовое питание Потому что Днем можем просто забыть Покормить Потому что кроме них Никого кормить не надо днем Вот такое чудо Теперь у меня есть Ну теоретически Где-то месяца три Чтобы успеть их поднять Ну я думаю Что килограмм Может быть 60 С каждого нарастет Хотя Кто знает Ну и пустовать Я не хочу Чтоб у меня пустовало Помещение В общем Кто первый Там будет рожать Сразу буду Колбасить Хрюшек Будем надеяться Что результат Будет неплохой Это новости У нас Из Конюшни Больше тут Новостей никаких нету Сейчас мы с вами Выйдем На улицу И посмотрим На зайцев На наших Из последнего сюжета Как вы поняли Из последних Получается Даже так скажу Как вы поняли Что у нас появились зайцы Мы их Взяли у Натальи Балденковой Помимо зайцев Пока помню Сразу скажу Что взял я еще Мышеловку У зайцев И поэтому Ну что такое Да Говори быстрее Я слышал это уже Звонят Помимо Помимо Зайцев Взял еще Мышеловку Решил попробовать Таким способом Побороться С мышами Не знаю Что получится Но я думаю Об этом Если будет хороший результат Об этом будет Отдельный сюжет Потому что мыши Реально достали уже Как бы я с ними Не боролся Они все равно Появляются Может быть Тут быстрее И эффективнее Получится с ними Бороться Так Ну а сейчас Мы посмотрим Где у нас Находятся зайцы У нас Как вы знаете Есть две теплицы Три На восемь По моему Раз Два Три Четыре Пять Шесть Три на восемь И три на восемь Это старая теплица Которую мы Давным-давно Хотели уже Разбирать И переделывать Но что-то Как-то она До сих пор Держится Поэтому Пусть держится Ну мы ее Не знаю Когда мы будем ее Переделать Я не знаю Клетка Клетка Видеосюжет Вы по клетке Уже видели Все спрашивали Как вы ее будете Выносить из дома Да ребят Через дверь Она спокойно Через дверь вышла Вообще Как бы никаких проблем И спокойно Мы ее сюда Занесли В теплицу И сейчас Мы с вами зайдем Посмотрим На зайцев На Клетку Еще раз Все это Обсудим Здесь ветра нету Теоретически Они не должны Мерзнуть Почему Я зайцев брал Наталью Балденковой Нигде нибудь В Перми Ну в Перми Я думаю Тоже можно было бы Поискать Такой вариант Первое Она не дает Никаких лекарств То есть Не лечит Абсолютно ничего Если какая-то болезнь Сразу Как говорится Под нож Второй момент Они живут на улице То есть Я рассматривал Вариант Только проживания На улице И больше никаких Вариантов Я не рассматривал Взяли мы двух девок Надо еще взять крола Крол у меня уже Вариант там есть один В ближайшие дни Я поеду его заберу В 4 месяца Насколько я знаю Их можно уже покрывать Этим по-моему 2,5 месяца Где-то так Зайцем Две девочки Насчет породы Я вообще не заморачивался Никуда гнаться Я за этим не собираюсь Потому что я уже Это проходил Все эти породы Когда будут Какие-то у меня Наработки Так скажем Когда руку набью Уже тогда буду задумываться О каких-то конкретных породах Сейчас меня Ну честно говоря Этот вопрос не сильно волнует Что есть, то есть Один беленький Другой серенький По клетке Многие начали там Замечания делать Еще что-то Ребят Это первая клетка Это первая клетка Сделана мною Это нужно понимать Что она может быть Будет Ну в чем-то Как бы так скажем Недоработан Многие говорили Что посередине Нужно пруток добавить Тот говорил Что тут крупно-мелко Но мы ее еще и не доделали У нас нету сенника Здесь пружинки Я никак не могу найти Вот эти такие маленькие пружиночки Есть специальные Я хочу их купить в Перми Или тут В ближайшем где-нибудь В Краснокамске В Краснокамске ездил Вообще все переискал Нифига не нашел Может быть в Перми Где-то есть Но вот пока не могу найти Что здесь еще нету Нету бункерной кормушки Я ее еще пока тоже не делал Ну будет возможность Будет время Обязательно Всем этим займемся И Сделаем И кормушку Бункерную Может поилка какая-то Будет другая Я не знаю Ну и в процессе эксплуатации От этой клетки Может быть там В течение месяца Двух, трех, четырех У нас только тогда Придет какое-то понимание Каким образом Нужно было что-то здесь Подправить Или сделать по-другому Сейчас Непонятно И нам Как говорится Торопиться некуда И вот брать Знаете Как говорится Нигдот Если по нему В общем два человека Четыре мнения И какое из них верно Я не знаю Мы сами потихонечку Разберемся Да, за совет И спасибо Но пока Пока вот как есть Оно так и останется Практически без изменений Так что вот Это теперь Новое направление Будем пробовать Выращивать Ух ты Что это такое смело Куда пошуровал Так просто И маточник нужно делать И подложечку какую-то Нужно сделать В общем Сделаем Сделаем Потихоньку Сделаем Только вопрос Возникает по кормежке Я не знаю Рекомендуется кормить Ну То есть Если давать зерно Но надо Чтобы было дробленно А дробленно Им как бы нельзя Пыль вот эта всякая Им мешает Комбикормом Кормить не хочется Вот на первое время Сейчас вот Маша поехала Купит комбикорм Все-таки Хотя я противник был этого Покупать гранулятор Где-то Я даже не знаю Кстати Вот скажите Может быть Где-то Кто-то пользуется Гранулятором Что у вас За гранулятор Что Как Зачем Почему Где покупали Интересно Может быть Рассмотрю Такой вариант И стоит Приобрести Гранулятор Буду Гранулированную Сразу Делать Всю зерносмесь Как вариант А может быть Время покажет В общем Вот такие новости Год Подходит К концу Вроде Все идет Своим чередом Надеюсь Пока-пока Пока-пока Субтитры Субтитры